Мы продолжаем цикл материалов о том, как и чем живут люди на селе в канун 30-летия независимости страны, не приукрашивая при этом действительность, а показывая жизнь такой, какая она есть на местах. В этот раз по зову наших телезрителей мы отправились в Сарсузский район. Какие проблемы испытывают люди в глубинке, что портит качество их жизни, как реагируют власти на местах, на неустроенность и недочеты. И вот что выяснили наши корреспонденты. Этот дом в 4-м микрорайоне города Жанатаса изначально был построен как общежитие по госпрограмме для социально уязвимой категории населения, многодетных семей и инвалидов. Однако жить здесь невозможно, говорят люди. Дом, можно сказать, находится в аварийном состоянии, хотя и сдан был в 2019 году. Не работают коммуникации, отсутствует вентиляционная система, в стенах всюду трещины, в окнах щели, в ужасном состоянии подъезды. Одним словом, картина маслом. Пугает плесень и сырость в квартирах, жалуются жильцы. И это в период пандемии коронавируса, когда лёгким и так тяжело дышать. Открыто заявлять о недостатках и недочётах боимся, уверяют Жанатасы. Местные власти грозят, что лишат очереди на более сносное жильё. Приглашают на приём в 4 часа, сами к 6 приходят. Говоришь проблему, они и не слушают. Гонят нас, пугают полицией. Они не имеют уже права так с нами обращаться. Спрашиваем Акима, когда наша очередь на жильё подойдёт? Отвечают, в этом году не получите, в следующем не получите. Когда же мы получим? Я мать-одиночка. Как я буду здесь жить? Зимой здесь вообще невозможно. Я к родителям переезжаю. А ведь власти должны в первую очередь думать о нуждающихся. Я многодетный отец. 7 человек в нашей семье. Живу с января этого года. Квартира у нас угловая. В морозы сырость невыносимая. Плесень повсюду. В углах смотрите. Периодически забеливаем. Отмываем хлоркой до весны. Здоровья уже никакое. Дети кашляют. Сами болеем. Вот так и живём. Жалобы я направил в 7 мест. И президенту, и Шпикпаеву, и Акиму, и Антикору. Дали мне ответ отписку, что нет состава преступления и проявления коррупции. Но ведь никто дальше кабинета не выходил. Никто не приезжал. Ничего не проверил. Здесь должны стоять счётчики по 7,5 миллионов тенге. 16 штук. Но их нет. Они не установлены. А двое, сказали, и вовсе украдены. И не найдены до сих пор. Другой напастью, а то и потенциальной угрозой для жизни является использование жильцами дома пропановых газовых баллонов. Горький опыт гибели пятерых детей от взрывов таких баллонов не даёт людям покоя. Живём всё время в ожидании беды, сетуют они. Предпринимаются ли меры по предотвращению подобных ситуаций? Поинтересовались мы у властей. На установку счётчиков по теплу выделено 189 миллионов тенге. Они освоены. В 2019 году нам сдали их в эксплуатацию. В текущем году сказали передать их в отдел ЖКХ. Были некоторые заминки, но мы сдали все документы. Объём тепловой энергии фиксируется счётчиками в подвале. Проблем как таковых нет. Батареи мы проверяли. Всё в нормальном состоянии. Несмотря на наличие своей центральной районной больницы, жители вынуждены ездить на лечение и обследование в Тарас. Хотя медучреждение имеет в арсенале свой лапароскопический аппарат. Но, похоже, он выполняет роль музейного экспоната. Отчего такие нестыковки, спросили мы у исполняющего обязанности главного врача больницы Хайрата Жебекова. Он же заведующий хирургическим отделением. Не работал вообще? Вообще не работал. Лапароскопия не работает по причине недоукомплектованности. Закупили её в 2018 году. Централизована департаментом здравоохранения. Специалистов обучаем, но аппарат простаивает до сих пор. В этом году обещают докупить недостающие части. Обеспокоила нас и ситуация с условиями хранения и соблюдения техники безопасности кислородных баллонов. Вернее, их отсутствие. Невооружённым глазом видно, что не ведётся учёт в журнале регистрации. Просрочен огнетушитель. В ней рабочем состоянии редуктор, который к тому же всего один на целую больницу. В трёх километрах от больницы находится и ковидный центр. Ситуация с кислородными баллонами аналогичная. Напрашивается вопрос, знают ли местные власти и начальники здравоохранения региона о столь расточительном расходовании государственных средств. Ситуация с кислородными баллонов. Проехав по дорогам Сарасовского района, поняли всю глубину возмущения местного населения относительно их качества. К примеру, ямочный ремонт на дорогах Туркестанского сельского округа, расположенного в 8 километрах от города Жанатаса. Люди говорят, сколько письменных обращений, публикаций и жалоб было в соцсетях. Но ни одно из них не пробило железного спокойствия местных властей. Где же оно? Наше слышащее государство. Вопрошают селяние. В Туркестанском сельском округе проведен ямочный ремонт на 840 километрах. Был проведен тендер. Подрядчиком, который выиграл его, выполнил его. На сегодня эта сумма составила 3,5 миллионов тенге. Не все гладко и с внедрением системы АШК. На бумаге перед главой региона, хоть и отчитались красиво, но на деле мало где она действует. Будь это кафе или другое какое заведение. У нас во всех учреждениях установлена система АШК. Это школы, кафе, магазины, госучреждения. Все им на местах пользуются. Если вы проедетесь, то увидите это на деле. В канун 30-летия независимости страны, когда вся страна рапортует о достижениях и победах, реалий жизни в Сар-Исусском районе не дает повода его жителям бить фанфары. Народу в глубинке ждет, когда власть на местах повернется к ней лицом и на деле улучшит качество их жизни. Кулешу Мурзакова, Ихсер Мурзахметов, Ернар Сегизбаев, 77 Ньюс.